Я уже понял, что безумие, а оно пределов не знает. Я задал вопрос, причина вашего прихода, а он мне отвечает, а ты точно хочешь ее знать? А если честно, они ментально, они инвалидов боятся. Весь мир воспитывал эту нечисть, весь мир ее взращивал, а Украина ее по морде лупит. У меня бабушка с дедушкой, блокадники ленинградские, они там загинули. Покоронены на Песковлевском кладбище, мемориала вот этом. А соседи Путина были майже, 8 минут ходьбы до его, где он в каком переулке жил, Басков переулок, он там воспитывался. И бабушка с дедушкой от авиабомбы погибли. И война принесла невзгоды, я вам скажу, моя мама в детдоме воспитывалась, Казахстан, практику проходила, там осталась, целена. И все невзгоды, несправедливости советской власти ощутила на себе. Одна война разрушила жизнь моей матери, вторая война хотела разрушить жизнь мою, моих детей. Ну, мы не советские, у нас украинское гражданство, украинское. И мы умеем сопротивляться. Мы защитим Киев и мы вернем мой дом и другие дома в том числе. Заостренное такое чувство несправедливости, я всегда бился за правду. Ну, такое. И когда началась вот эта война в 14-м году, наверное, подсознание... Ну, мы только-только начали, ну, вот моя семья, только-только начали. Вот эти буремные 90-е только-только начали вставать на ноги. И дети, думаю, подрастут, помощники, они уже хлопчики такие. И тут война, и тут, знаете, там тоже качели были. А жестокость, это сейчас проявленная. Я не знаю, почему ее так сильно не раскрывали в 14-м году. Там тоже были эти же самые звери были. А у них же закопанные люди прямо на блокпостах были. И девчата молодые, которых они там насиловали. И хлопчиков, вот убили хлопчика на рюкзаке. Была ленточка. Было его прямо с пистолета. Даже видео есть в интернете, где даже не стесняются этого. Ну, мои дети, это ж мои дети. Я ж отец. И мы отправили их в Киев. Вот. И Дося сюда. Дося замужем. И потом уже вот эта война. Ну, я, как это неправильно сказать, как гражданин Украины, он не может иметь проукраинскую позицию. Он уже украинская позиция, если она тут пошла. Поэтому я к тебе не относил. Проукраинский, не проукраинский. И я гражданин Украины, чем всегда гордился. Украина, чем больше я ее познаю, я же советский. И я же об Украине, май же, ничего не знал. Ну, да, я много читал, но все же советские примеры. А так, и на советских примерах, ну, ж неправильную позицию не сформируешь. Она изначально неправильна. И поэтому познавал много украинского среди русскоязычного. Я бы не сказал русскоязычного, я бы сказал советскоязычного. Бо советский союз, он же заявлял, он же и создал гражданина советского. Это и узбек, и украинец, и совков же сейчас в Украине достаточно, вышиванка, просто огромное количество. Советский человек, его надо каким-то образом, его надо, ну, чтоб его не было. Бо, он ничего не умеет делать, ничего не хочет, он завистлив, он жестокий. Вот, и поэтому я там жил среди всего этого советского. Имел всегда свою точку зрения. Маленькие примеры. У меня всегда были хорошие отношения. Я знаю много смешных историй, анекдоты у меня миллионов в голове. И я в коллективе всегда вписываюсь хорошо. И на рынке я торговал метизами, и ребята по соседству всегда собирались, и мы там, ну, на кшталт посмеяться там. И пошли вот эти навалы, оно же как-то не было заметно, а потом вот это прям навало, белосиний, весь город стал белосиним, весь парк облеплен, все автобусы, и весь рынок белосиний. А у меня на ларьке оранжевая ленточка висит. Честно. И никто мне ни разу замечаний не сделал. Покупатели не делают замечания, потому что думают, если надо было вот эти бы сделали, кто рядом. А раз они не делают, то значит они что-то знают. Вот. А эти не могут сделать, потому что, ну, со мной что-либо спорить, я всегда смотрю не следствие, я всегда смотрю корень. Ну, я так, мне так Господь наградил таким критическим мышлением. Всегда я выделялся из всех. И потеряв ноги, меня жизнь не остановилась. Дерево можно посадить, ну, разве что только ты ногой не утрамбуешь, но для этого им можно рукой. Ну, то есть ноги не везде нужны. Нужны путешественникам, велосипедистам. А можно и без ног жить. И я никогда даже не задумывался о том, что даже дети никогда там ко мне, как и никогда не относились бы. У нас дома так было, это нормально. А как была я втрата на ногу? Ну, если так, то, конечно, первую ногу я втратил в 30 рокев. Ну, в 32. Чемпионат мира был во Франции. А вторую ногу я втратил через 12 рокев в 2010 году. И в этот же год мы начали покупать дом. Я еще лежал после операции. У меня швы затягивались, а я уже поехал выбирать. Не, я до этого выбрал, а уже строителей я туда заслал. И ездил с койки своей операционной. Дети малые еще, подростки. Они, наверное, до сих пор помнят, как они там крышу утепляли. Спокойная. Она через, там, село в село входит. Вот такое, начиная от счастья и заканчивая Старобельском. Там майже село в село входит. И там идет, как бы, второстепенная дорога через эти села. Иногда, редко, иногда проходили какие-то машины в начале, когда они накапливались в 22-м году, в 23-м году. В 22-м они по шеям получили. И мы были счастливы, потому что мы весной думали из-под Киева, их прогнали. Мы с Людмилой Ивановной плакали от счастья. У меня абсолютно была уверенность, Людмила Ивановна свидетель. Я говорил, что никто Гастомель не оставит. Потому что человек, обладающий духом, он прекрасно, он может в этом не участвовать, но он чувствует. Там вся душа украинская собралась. Там даже не оружием выиграли, а духом. И если Гастомель выиграли, все, это вот, здесь могут быть такие, такие. Ну, а самое основное там произошло. Потому что это было неожиданно, это было внезапно. Люди многие не понимали. И мы ждали. 15 мая мне дети позвонили, сказали, пап, к маю будем у тебя. Встречай. Потом Сырский порадовал осенью Харьковским. Эти крысы бежали. А потом чуть-чуть застряло, и мы все равно чекалы. Я уже понял, что безумие, оно пределов не знает. И оно будет, оно, вот как человек, падающий с крыши. Он уже знает, что ему, и он все равно будет кричать. Хотя пользы от его крика никакого. Но вот он кричит, вот такой же безумие. Вот мы в Кали, они сейчас вот в этом полете. Вот точно. И даже не потому, что Украина их бьет. Они во всем мире нити потеряли. Все дипломатические, экономические. Если не до конца, то со временем оно все равно отойдет. И они просто летят. Было первое решение эмоциональное. Вот первое решение. У меня было три попытки. Первое решение было эмоциональное. Потому что население в нашей деревне, они люди нормальные. Там нету такого, знаете, такого чекистского совка, там, стукачество. Все нормально. Магазин заработал. Людям надо на работу ходить. Никто никого не упрекает. Темы не трогают, которые не надо. Я с кем надо разговариваю, с кем не надо не разговариваю. Но все знают, кто я такой, какие у меня мысли и так далее. И вот эти обыски, они происходят, знаете, так, они пришли к тебе. К вас пришли, да? Ну, например, к нам не один раз приходили. Если так издалека начать, то мы хотели эвакуироваться. Мы буквально знали, что мы будем эвакуироваться. Просто у ребят такая ситуация сложилась, что они моментально отошли от станицы Луганской. Вот там через Беловодск на них их поджимали. Это, ребята, абсолютно правильно все сделали. Но только я не успел. У меня нет транспорта. Я не транспортированный такой на автобусе. И пешком мы не пойдем. И мы стали ждать. Сельсовет позвонили. Секретарша сказала, что флаг на школе сбросили. Но еще никого нет. И 26 февраля 1923 года я вышел на крыльцо. И заметил, что по улице у нас висят белые ленточки напротив домов. А напротив моего дома не висело. Я же все знаю, что оно почем. Не на всех висело. Но большинство. Это значит, что люди заранее знали, кто, где, чем поможет. И получилось так, что к нам пришли с обыском. Он такой был поверхностный. Два человека. С автоматами. Один остался на крыльце. Автомат не на плече, а на изготовке, на боевом взводе. А второй зашел в дом и начал все осматривать. Не сильно. Просто осматривать стал. И я задал вопрос. Я же привык жить в свободной стране. Я задал вопрос. Причина вашего прихода. А он мне отвечает. А ты точно хочешь ее знать? Все сразумило. Я больше ничего не сказал. И все. Это за все еще было. Еще один был обыск. И еще третий был обыск. И третий обыск. У меня телеграм-канал. У меня сон сбился. И аптеки не работают. Нас в больнице не принимают. Потому что мы же не граждане России. И у меня сон сбился. И я по ночам много сижу за компьютером. И у меня телеграм весь забит. Нашими бригадами, группами, спецназами. Там президент, там гур. Ну, в общем, все наши. Я живу, я болею. Все наши. И я уснул. И пришел обыск к нам. А я проснулся. Людмила Ивановна говорит. У нас обыск был. А ко мне в комнату даже не зашли. Почему? Господь миловал. Я вам так скажу. По-другому никак. И вот это стало первой причиной, что Господь предупредил, удержал. Но надо действовать. Или ты меняй позицию. А я никак не могу. Вот честно. Для меня смысл жизни теряется. Это моя батьковщина. Моя душа здесь. Мои мысли здесь. Мои дети здесь. Я там. Но я тоже кусочек. Нас. И там опасно. Это показало, что это опасно. У Людмилы Ивановны все телефоны пересмотрели. А в мою комнату даже не зашли. И вот это было первое. И я принял решение уезжать. И дети начали решать. Давай, папа, через Европу поедешь. А как трое суток через Европу? И дорого. Про Колотиловку я узнал. Есть такой гуманитарный коридор между Украиной и Россией. И в сторону Украины принимают. Там я вошел в группу. Там даже без документов. Там могут вообще просто. Если русские пропустят, то наши примут с радостью. И я начал это же формулировать. Была зима. Февраль это был. И это... Для меня вообще-то, знаете, как... Нету невозможных вещей. Они могут быть легче. Могут быть трудно. Могут быть совсем трудными. Но это не невозможные вещи. И поэтому купил салазки. Вот, думаю, Людмила Шивановна все равно со мной. А салазки все-таки легко. И потом снег растаял. Салазки не нужны. Вот. И потом как-то дела там. Станция поломалась. Там электричество отключили. У них же как? Они приехали. И в 22-м году поставили там больше 100 столбов электрических. Заменили. И они все попадали. Был ветер в мае. На следующий год. И они все попадали. И у нас не было света 4 месяца. Не было света, значит не было интернета. А для меня это ж очень важно. И там соседи. Ну нормальные ребята. Они такие совки, но не озлобленные. Они совки украинские. А здесь совки другие, правда. И подводя вот итог вот этому всему в разговоре с соседями, к примеру. Они же чувствуют, что я очень... Ну то есть они все время хотят тебе понравиться. Вот это лучше. Вот это лучше. Вот это вот у нас лучше. А я так смотрю... Я иногда даже не говорил. Они просто знают, что вот я думаю не как они. И они мне всегда пытались что-то доказать. И говорят, ну вот у них же тоже столбы падают. Я говорю, конечно, столб он есть, столб он падает. А вот время восстановления разное. И при Украине было разное. Столбы падали. Они же столбы. Природа на них влияет. Погода на них влияет. Земля. Ну все. Это столб. Но восстанавливали максимум 16 часов, если там что-то серьезное. Но это же цивилизация называется. И это для тебя делают. Для того, чтобы у тебя было хорошее настроение. С хорошим настроением ты хорошо воспитываешь детей. Ты больше благодарен всем. Соседям, семье, государству, миру. Ты просто больше благодарен. Потому что у тебя все хорошо. Потому что ты стараешься делать правильно. И видишь, что окружающие тоже. Это приятное ощущение. Это ощущение счастья. Так человек должен жить. Свободно, счастливо, уважаю других. А когда падают столбы, и их не ремонтируют 4 месяца. Это, знаете, это... Ну мы так не привыкли. Это майже... Ну я даже не найду слово. Это уважение к тебе. Это вообще не... Там такого даже понятия нет. Там вообще его даже нет. Это пренебрежение тобой. Твоими правами, делами, счастьем, настроением. Вообще их не интересует. Это вообще не важно. Потом интернет пропал. И у меня вторая мысль. Я просто уеду. Потому что это... Ну с другой стороны тяжеловато. И тот же вот этот переход. Вот. И мы приняли решение уже в этом году. Обязательно. Потому что всегда можно найти причины остаться. И вот это их не обезумие, когда... Ну у них так с советских времен поведено. Чем им хуже, тем они злее. И я знаю, что 4-й обыск может... Они могут с пустыми руками не уйти. Они могут мне приписать поджог сарая, сдачу точки, убийство там какого-нибудь своего депутата. Им же ж не важно. Им важно закрыть и найти. И его не жалко. Он же такой. И поэтому мы приняли решение, что там как бы, знаете, такая атмосфера, она как бы негласно, она так давит. Вот так вот. Ну и ощущала ее. Вот она как-то давит, давит. И мы приняли решение выезжать. Там ходят автобусы, большие и маленькие. Раньше ж много людей выезжало. Это ж мы майже останье такие доезжаем. Ну даже в том репортаже, который вы смотрели, там говорится о том, что сотнями приезжали. А теперь человек 40, там 30. И получилось так, что мы приехали на границу. Граница между Луганской областью и Россией существует. Она настоящая. Это нету такого, что это российская территория. Все это вранье. Там существует настоящая таможня. Ты ее по-настоящему проходишь. И там есть опросник, который мне выдали. Ну, я, наверное, самый первый зашел. Мне выдали первому. И там такие анкетные вопросы. Находятся в ВСУ, находились ли. Ну, они все такие дежурные. И самый последний вопрос, он абсолютно глупый, но он там присутствует. Поддерживаете ли вы СВО? Я написал нет. Один из всех, кто ехал, я написал нет. И получилось так, что я же не заходил к ним в кабинеты. Они, если честно, они ментально, они инвалидов боятся. Знаете, вот как вот дурные бабки. Они боятся, а вдруг он станет инвалидом, если там прикоснется. Ну, вот это вот потустороннее. У них это заведено. Эта причина, другой нет. Всех проверяют, а меня не... Я написал нет, я не поддерживаю СВО, а меня никто никуда не заводит. Но выйти на меня посмотреть, все начали выходить. Я же сижу и вижу, что не... Я на них не смотрю, но я же вижу стекло, что все они туда-сюда мимо меня проходят, чтобы посмотреть. Кто же здесь такой? А что же ты с ним сделаешь? Его же вроде бы как обидеть надо, так он вроде бы уже обиженный. Ну, и все нормально. И когда уже нам как бы уже разрешили садиться в транспорт, вышел один ихний ФСБшный работник и говорит мне, мне лично говорит, бо он же знает, позицию я же свою показал, а он мне говорит лично, мы в этом, мы в 24-м году вашу Украину раздолбаем. Он мне так и сказал. Вот увидите, нечего вам туда ехать. Я говорю, ну, я так далеко не смотрю, не будешь я с ним в спор вступать, тем более. И получилось еще, знаете как, они как-то выглядят, вот с этим вопросом, ну, какой идиот будет писать, что... Вот все мое сознание говорило о том, что не надо писать, нет. Ну, я написал нет, потому что, ну, вот в этом, наверное, вся моя жизнь. И вот я такой. И я скажу, в жизни очень часто я так поступал. И скажу, это, вот это, вот это правдивость твоя, это такая силища, это, я несколько раз сталкивался. И на работе я сталкивался с этим, когда ты против, а тебя уважают больше, чем своих друзей. То есть тебя уважают. Вот ты так вот, в Советском Союзе я так делал, на Комсомольских собраниях, туда же загоняли. Я свою позицию высказывал и уходил. Вот. И, тем не менее, секретари здоровались со мной первым, потому что, ну, мы все понимаем, но мы ничего не можем сделать. Мы все можем сделать. Только надо делать, а не говорить, что мы можем или не можем. Украина сейчас та же самая. Она просто делает. Весь мир воспитывал эту нечисть, весь мир ее взращивал. А Украина ее по морде лупит. И теперь эти думают, ну да, что-то мы вырастили не то. Надо чуть-чуть призупыныть. Бо вон их уже и Лондон стерли, и Варшаву переехали танками. Теперь все думают, как же. А вот Украина ничего не говорит. Она берет и делает. Мы перетнули кордон. Ну, в смысле, там обыски, вот это все. Мы проехали через Россию и к другому. К другой границе между Украиной и Россией подъехали. Там был обыск. Телефон я свой разбил. У меня не было телефона. А почему у вас нет телефона? У меня так никто и не спросил. Посмотрят. А ваш телефон? У меня нет. Что? Я не знаю. Ну, в общем, ничего. Все нормально. Потом мы, понимаете, мы свой дом оставили на время войны. Война, жизнь показала, что результаты войны не всегда зависят от нашего государства. Вот. И это, конечно, не хорошо, неправильно. И лично я сильно. Но мир такой. И если мы не знали, то это наши проблемы. Но мир такой. И он всегда будет таким. И получилось так, что... Ну, мы все оставили. У нас там все оставили. И взяли некоторые вещи, там, футболки, там. А еще ж там нужно делать так, чтобы не было видно, что ты навсегда едешь в Украину. К тебе абсолютно по-другому начинают относиться. Что ты едешь в гости. Там и водители, и пассажиры, которые не один раз пересекали. Они дают совет, что там не надо говорить, что ты едешь в Украину на завжды. В гости там. Вот так вот. И поэтому мы много не взяли. И когда нас уже сказали, вот, Украина, идите, пожалуйста. Мы с супругой еще раньше дома договорились, что у меня такое приспособление есть, которое губка обшита кожей. Я ремнями пристегиваюсь, и я на нем хожу. Такие у меня лапти в руках, как инвалиды Первой мировой. И я вот на них и на огороды, и в сад хожу. И вообще я прочую так. У меня пятая точка, ходовая часть, это пятая точка. И я на ней справлялся, и все я делал. И по дому, и за домом, и пилил, и на крышу лазил, и с крыши слазил. И получается, знаете как, я дал ей коляску, чтобы она отвезла вещи, и потом вернется. Но я не знал того, что не выпускают. Ну, опасно назад. Пограничники говорят, эти могут просто неправильно понять. И я это понял, когда прошел полкилометра, и мне стало тяжко. И я понял, что мне трудно не было, вот так трудно не было никогда в жизни. Были разные ситуации. И я иду, ну, я начинаю ощущать, что вот я шел 15 махов руками, потом 14, потом 13, а это только полкилометра. И я начал ощущать, что мне нужно приложить над усилия. По-украински це звучит перемога. Вот я где-то в интернете недавно узнал, что перемога це не победа как таковая. А перемога это превозмочь невозможных. Моя перемога, була б она не була, уверен, что була б, была б тяжка. Было б часов 10, а не 2 или 3, как я рассчитывал. Было б часов 10, 15 я б дошел. Но тут появились волонтеры Виталя, не знаю твоей фамилии, Доси, но ты молодец. Приехали, вы видели в репортаже, там он снимал. И первое, что я услыхал, добро пожаловать в Украину. И волонтеры говорили об этом, и люди, которые пересекали. Люди, которые ощущают мир. Не вот эту ситуативную ситуацию. Вот пришел в Россию, ты говоришь там это. Пришел в Украину, ты там сам себе на уме. Нет. Люди, которые пересекают границу, по-настоящему, которые себя чувствуют. Вид флага, вы знаете, его ни с чем. Его ничем не опишешь. Удовольствие в жизни, это только надо испытать. Потому что это ни с чем не сравнимо. Это не сравнимо абсолютно ни с чем. Это такое, которое в жизни, вот мне уже майже 60-е, я никогда вот такого. Здесь все вместе. Вот эта радость, она отдельная. Вот такой нету радости. Она всякая в жизни была. Слава Богу, нормальная жизнь. Но вот эта радость, она неописуема. Она со слезами на глазах. Потому что не только у меня у одного. У всех, кто чувствует себя свободным человеком. Украина для свободных людей. Здесь могут быть разные мнения. Но свободу ты начинаешь чувствовать, когда ее нет. Я вот там жил, ее нет. И быть не может. И волонтеры говорили, что часто видели люди, когда видят флаг. Это и война закончится. У меня флаг всегда будет стоять во дворе. Спасибо.